всем привет начало следующего дня и начнем мы его с вот этого вот нашего пациента очень интересно после ночи сушки все вот эти вот бубырчики которые образовались они все втянулись и сейчас видно только за то что я по ним по шишкам пробежался наждаком то есть видно цвет а так по факту нету ничего все ровно значит идет какая-то реакция на растворитель содержащийся в грунте что мы сейчас с чего начнем понятно что я буду снимать ах ты ёптить что такое понятно что я буду все снимать до сошлифовывать мне нужно понять растворитель что происходит именно под растворителем а сейчас вот в одно место пшикну он впитается испариться сам по себе посмотрим что происходит и сейчас плавненько одеваемся к работе берем 240 наждак чтобы можно было в процессе растирки понимать что у нас происходит что происходит и почему происходит потому что это что-то происходит не везде шпатлевка то у нас жидкар залита так и аж вот так вот я зону обчертил то есть это все в жидкаре вот так вот понятно что где-то там ну мы видели пятнышки пошли открытого металла но в общей массе это все в жидкаре здесь ничего не произошло есть какими-то локальными зонами то есть проблема для меня для точного понимания почему эти зоны локально не равномерно так уверены ли мы тут держим все вроде уверены и сейчас будем расчищать смотреть что это да как это да почему это расчищать будем именно там где они есть потому что дальше я ничего не вижу специально без пылеотвода чтобы звук не обрезать не уводить о давайте еще начнем продолжим точнее таким моментом какая тут толщина 90 микрон и 34 из них то есть тут металлу открытый из них 30 микрон это грунт мокрый по мокрому давайте около этого места померяем 88 то есть 50 микрон жидкой шпатлевки это тонко это тонко то есть это слой вытертый меряем тут где у нас прямо сильно было тут и шпатлевание у меня было вот 164 но кто-то у меня было подшпатлеванные сверху зажитковано 202 здесь шпатлевки нет только жидкар 167 кто есть убираем да и вот они опять начинают бубыриться то есть это конкретно что-то делает раствор 68 именно как видим там где тонко чисто там где тонко там как говорится и рвется мысли пока что у меня нет никаких на этот счет видно чуть-чуть жидкарь видно металл и видно что это там где жидкарь подрыва будем расчищать до металла и ремонт у меня теперь дальше будет таким я сейчас это все вычешу и капот буду полностью заваливать грунтом наполнителем уже под перетирку да вот там где именно жидкарь тонким слоем оттуда рвется я не знаю сейчас вообще чистейший металл чистейший ничего на нем нет никаких дефектов вообще ничего голый чистый металл даже намека на коррозию нет никакой давайте попробуем сейчас вот прямо так скажем в прямом эфире позвонить александру борисову это технолог компании леклер в россии крым так это мой мой учитель мой наставник это человек единственные которому я могу позвонить даже выходной день в майские праздники и будем надеяться что он нам что-то подскажет вот так я выгляжу когда снимаю что-либо попробуем его потеребить что он нам скажет александр добрый день я вас я вас на отдыхе потревожил можно если можно будет я о все в работе это хорошо я потом это момент с вами обсужу в плане в видосик вставить можно будет этот фрагмент чисто для общего познавания тогда вопрос сразу к делу я сейчас камеру перевернул вот капот многострадальный мой первое что я сделал я пшикнул растворителем посмотрел что это именно растворитель активирует потому что все что было вспучено за ночь выровнялась то есть это именно растворитель активировал я проверил пшикнул тем чем я мою постоянно бубырчики поднялись начал расчищать там где просто первая зона ну любая сухая попавшаяся именно там где тонкий слой жидкой шпатлевки в районе 50 60 микрон именно самого жидкаря чистого там были бубырки расчистил все идеально чисто идеально вот никаких даже на металле намеков на что-либо нету сейчас вот вот здесь есть точечка да это 240 наждак я сейчас просто покажу во первых что она очень быстро растирается то есть толщина тонну маленькая и ну по сути да грунт макаряки убираю и под подгнутом макаряком там буквально децил этого жидкаря просто у меня пока что в голове не крутится вот уже начинает пробиваться до жидкаря у меня реально сейчас нету в голове никаких мыслей о том что это и почему это вот прям совсем никаких потому что металл был чистый голый я его как только перечислил в этот же день завалил жидкарем он у меня сох 3 полных дня сам по себе жидкарь сох вот была точечка именно вот тут и вот тут сейчас все чисто то есть не намека даже на ржавчинку ничего никакого пробоя по шпатлевки не было очень сильно напоминает воздушное воздействие то есть возможно ну я чисто теоретически допускаю что где-то в процессе нанесения получился какой-то какой-то но я не знаю каким-то образом делается воздушный карман и когда его я так понимаю что ты сушил в камере первоначально нет в камере я не сушил жидкарь жидкарь сох сам по себе самоходом да полностью она носил его тоже в помещении ну точно также параллельно делались и крылья в этот же день и крыша и никаких проблем не было ни на крыльях не на крыше естественно ты потом жидко перечислил конечно потом обезжирил само собой и никаких проблем не было никаких непонятных пятен не обратил внимание ну такого чтобы у меня извиняюсь тут это меня прервать пытаются пытаться никаких пятен не было то есть я просто не обратил внимание именно чтобы что-то мне бросилось в глаза слушай если такая возможность что например между твоим нанесением на гру на жидкарь кто-то рядом с чем проходил тоже нет в том-то и дело у нас да у нас же не жесткая политика на то что в помещении никакой в д-40 никаких силиконов и так далее это не в д-40 и не силиконов потому что иначе вот раздвинул это бы сразу ты увидел ну да вот это очень сильно напоминает или воздух или действительно что-то попало как будто да что-то попал что-то прилетело возможно что-то чихнул неудачно потому что маленькие очаги нет ну а что ну смешно это что-то что-то не позволило прилипнуть мокрому сейчас значит что-то не позволившиеся значит сделать адгезии возможно как она сама по себе высохла ну потому что толщина тоненькая но вот именно тут толщина тоненькая то есть самое в чем прикол что эта проблема там где очень тонкая толщина там где жидкаря лежит гораздо больше от одного жидкаря 240 там никаких проблем нет именно в толщине дело потому что вот тут лежит много жидкаря вот 170 смотри тут не может быть разница в толщине даже если у тебя несколько сантиметров и они у тебя высохли и перечислил все правильно и обезжирил все по-человечески и при нанесении другого материала не может быть такого воздействия воздействия может быть потом а где-то усадки ну да да потому что взаимодействие сольвентов растрескивание потому что процесс полимеризации достаточно длительный и что там короче это не то очень сильно напоминает что действительно было некое воздействие на деталь которое привело именно вот фрагментарным вот таким вот непонятностям это не силиконы однозначно просто вот никак если ты не заметил ничего что могло бы быть на обезжирке значит это не впиталось а в процессе сушки материал хотя хотя это тоже возможно кстати кстати действительно вот этого скорее всего потому что ты сразу не увидел значит что получается получается что что-то брызнуло на жидкарь а он у нас пористый ну да и он впитал это в себя он в себя впитался впитался именно капельно на всю толщину очищай вот и естественно счищал верхнюю часть но оставались вот именно локальные вот эти сквозные я сейчас просто александр извиняюсь я о чем думаю у меня этот капот жил вот в этом месте три дня и вот за эти три дня что вокруг него могло происходить вот это вот я не могу узнать потому что я работаю не один это понятное дело значит смотри что я вижу действительно объективно вот для меня реальным это то что что-то впиталась впитала даже при обезжиривании но нашли агрессивная без жирка они не 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 в этом дело смотри получается что ну да да а у тебя еще 60 микрон толщины до до полтора слоя составит составе весь разбавитель ну и он пошел и поднял просто скажу как есть я надеялся что я внизу что-то увижу именно как физическое нет нет это сразу было понятно не увидишь потому что если это было водяной пузырь ты бы нашел воду потому что пленка непроницаемая поэтому все комментарии по поводу воды там у меня было с чем-то лажа прям сразу я читал уже аж слезы наворачиваются это неправильно вот а по поводу того что ты оставил что-то там на поверхности что-то не вычистил я этого даже допустить не могу нет тут все вычищено ну вот то есть ну ты подходишь к скрупулезно к работе значит что-то действительно попало может быть да может быть знаешь как при демонтаже какой-нибудь детали что-то вылетело там ну из-под бампера я не знаю с радиатора возможно это был какой-нибудь антифриз или что-то ну вот сам ничего не делал бесцветное бесцветное его не видно ты его перечищал оно не жирное в плане того что пленку мучнистую в процессе шлифтания оно не оставляло на себе оно в риск не набивалось и не прилипало что-то такое неактивное и вот оно то потом при воздействии сольвентов оно всплыло да оно просто приподнялось приподнялось как раз из-за того что ты работал в камере а там тепло оно начало ну естественно все его просто приподняло показала тебе некрасивость потом сольвенты все испарились пленочка опустилась и ты сам сказал что ты его не везла ну да вот ну да ну да то есть кто-то короче брызнул то есть ну вероятно всего если у вас такая работа существует сколько там 4 часа 4-6 часов шпакля простояла пленку ее накрыл или бумагу да лучше бумагой бумагой просто укрыл и все и пусть стоит ага да то есть то есть я считаю что тебе кто-то помог ну правда ну как просто да если бы эта проблема она была именно в материале у меня бы то же самое было на крыше на двух крыльях нет так не бывает крупными очагами фрагментарно только на одной да нет перемороженный просроченный материал нет тоже нет столько чтобы это было кончено они дилеры ваши не завозят столько чтобы это было кончено ты считай ну один из крупных их покупателей ну я знаю что это свежак тем более это свежая партия была нет 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 то есть я склонен думать к тому что что-то впиталось в шпаклю что-то впиталось ну что-то что-то попало да это несчастный случай хорошо пострадали почти все не угадали нет я имею ввиду пострадали не все да детали я имею ввиду мне повезло только с капотом смотри она самая большая шанс что в нее попадет больше всего она просто я сейчас вот покажу как она стояла вот здесь около другой тут другая машина стояла стоял капот три дня вот ровно тут это ну ходовое место а крылья стояли в углу туда нереально вон как то крыло сейчас стоит так и те крылья стояли то есть туда нереально что-то занести да кто-то проходил мимо что-то чем-то махнули не исключено то есть со шланга да я же говорю я же работаю не один мало ли что там происходило да да вот скажи поаккуратнее с тех же техническими жидкостями вот такие ситуации значит как говорится одна голова хорошо а умная гораздо лучше спасибо огромное александру видите даже в выходной день вот это то чем я говорю техническая поддержка она очень важна почему я работаю материалами леклер да потому что александр он изначально со мной сам связался когда я был в германии предложил попробовать рассказал все объяснил предложили в москву приехать на обучение обучили показали и сказал что будут вопросы в любое время пиши уже я с ним знаком больше двух лет и общаюсь плотно у меня есть вопрос воскресенье праздничные выходные дни я позвонил отвлек человека от работы он потратил 15 минут помог мне объяснил рассказал свою мысль высказал и кстати вот я тоже к ней склоняюсь потому что капот стоял в таком месте что туда что-то могло попасть а там как раз в это время санек на сервишке трубки гендиционера тягал они рядом лежали может быть что-то капнуло я не исключаю этого и капнуло и в тонком месте приподняло потому что проблемки то именно в тонком месте я не исключаю что в толстом где она капнула ее просто стер эту толщину а в тонком капнуло шпатлевка топористая до металла пропитала и потом я его растворителем активировал эту зону вот поэтому я не работаю штандексом я не работаю глазуридом я не работаю сикингсом я не работаю шпицхекером потому что ноль технической поддержки некому позвонить не у кого спросить такая вот ситуация спасибо огромное вам Александр за то что вы у нас есть ну а мы идем дальше переобуваемся 180 и сейчас расхреначиваем все вот 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 они красивые. Именно там, где тонкий слой. По 240 на машинке. Сейчас кислотные салфетки. Протрую открытый металл. И еще раз. И идем разводить грунт, пока тут металл будет окисляться. Грунтовать буду темно-серым. Готово. Через 10 минут можно приступать. Надо липкой салфеткой еще раз протереть. Хоть обезжиривал, не обезжиривал, а все равно какая-то пыльца тянется. К грунтованию готовы. Протер липкой салфеткой все. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Первый слой тоненький, пусть подсохнет хорошо, чтобы вот эти вот... Мне это сильно не мешали... Пойдем таким образом... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну все равно минут 10... 10-15 надо давать, чтобы он высыхал... Будет еще один слой точно... Капотик на естественную сушку... Вроде ничего так сушит... Сегодня он сохнет... А я пока займусь подготовкой мелочевки, всякой пластики, молдинги, ручки, вот эти вот, закорлючки... Сегодня как раз доготовлюсь, сегодня воскресенье, типа выходной... Оставлю и уже в понедельник займусь это все вот красным через мокряк... Разве что не будем мокрить капот... Пока что по планам у меня нет желания мокрить, хотя его замокрить это гораздо удобнее и быстрее подготовка... Ну посмотрим... Не знаю еще как пойдет, это такое, дело настроения... В экстренном порядке смешанного цикла завалил все мокряком... Капот у меня тоже пошел в мокряк, потому что пока начал тереть... Тут протер, там протер, там протер, тут, 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 тут протер, тут, протер, здесь, здесь, здесь протер... Нахрен... Слой мокрячка... Тысячка... Все готово... Сейчас пробегусь... Саринки... Подберу... Липкой салфеткой вот это... Говно все вытру... Включу камеру... Обдую... Все... Идеально... Где-то я тут вчера сарину такую... Ага... Вот тут... Положил... Выколупнул ее и подлил... За ночь все... Подсохло... Все... Сейчас пробегаю... Проверяю на ссор просто... Я в инсте показывал... Лайфхак... Хоп-хоп... 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 Если есть сарина... Вот она попалась... А то я... Раньше я руками искал их... Там... Выделывался... Еще что-то... Время тратишь... Тут пробежался... Все равно все обдувать... Все протирать... Липкой салфеткой... Какой смысл... Время убивать... Если можно все сделать... Быстро... И по красоте... Вот тут тоже... Сарина выколупал... Прям с пистолета... Видел как... Плюк... Сгусток какой-то... Надо мыть стволы хорошо... Вчера у нас семинар был... Я просто стволы... Мог не промыть... Хорошо... После семинарчика... А то она мне и подплюнула... Под вечерок... Ну то не беда... Вроде мелочь... Да... Мелочуха висит... Блин... А место... Вся камера занята... Ну тут все чисто... Лючок... Главное не забыть... Второй раз уже забываю... Про лючок... И планочки... Ну планочки вроде все чистенькие... Планочки... В идеале... В идеале... Да... Все по красоте... Ручки даже трогать не буду... Ручки... Парктронечки ставим сразу... Интегрировали их в планку... Заднего бампера... А тут надо подтереть... Кое-где ворс у меня подлез... Были такие... Погрызанные... Риллинги... Не риллинги... Как они вставочки... И я их подливал... Ну так вроде ничего... Подлилось... И ворс утопил я в нем... Вообще... Вообще хорошо... В огнях... Дерочка... Подгрунтована... Потому что машинкой попробивал... Крылышко сейчас протрем... Короче... Протираем... Обдуваем... Все так чтобы... Ответственно... И приступаем... Красочка налито... Думаю что мне... Там получается... 600 готовый... И тут грамм... 300 есть... Да... 300 грамм... Посмотрим... Хватит... Не хватит... Если что буду в процессе... Доразводить... Очень много расход идет на вот эту мелочь... Прям... Колоссальный расход будет именно на нее... Волен. Ага... Но она может быть м你 Okay... mł como как л situación... М Xiao... Милito... tså... Он形 DCMSC Entonces... 4 по своей катерке. Новау ما… судн Aquell... ging в их нею... Уверх... Вы есть... Скрипportчера... Я покажуinkling... Наша изъю Intell SQL Belt... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Течет, если ей сразу укрыть. Оставляю ее. Сейчас обход сделаю и буду докладывать капот. А тут положим так, как мы там и ложили базу. Сейчас эффект. Продолжение следует... 300 грамм закончилось. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...